Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, столер, токарь по дереву, блогер и автор книги «Современная столярная мастерская». Книгу мою сейчас можно купить уже на предварительной продаже и прикоснуться, так скажем, к знаниям о столярных мастерских и организации столярной мастерской, ну и вообще обо всём, что связано со столяркой, что как раз я и описываю в этой книге. А сегодня видео необычное. Сегодня я на даче, на даче у друга. И у друга на даче есть небольшая мастерская. И в этой небольшой мастерской он делает, ну, какие-то такие вот вещи для своей собственной дачи. Вещи мы сейчас тоже посмотрим и посмотрим, как она оборудована, посмотрим, собственно говоря, на изделия, которые он там изготавливает. Пойдёмте. Ну, место, на самом деле, у всех мужчин примерно одно и то же. То есть у всех одно и то же место. И место это называется гараж. Вот у Женьки гараж выглядит вот так. И сейчас мы в этот гараж с вами заходим. Вот он тут что-то ковыряет. Я его заставил практически снять это видео. Он не очень хотел это сделать. Да, он не хотел становиться звездой Ютуба. Вот Евгений. Евгений, ну, поздоровайся со страной. Здравствуй, страна. Здравствуй, страна. И вот давайте посмотрим, что тут есть. То есть тут вот много ручного инструмента. Куча пил тоже. Я думаю, что Женька имя не пользуется, так же, как и я. Они просто у него висят. Неправда. Периодически беру свои руки и отпиливаю что-нибудь. То есть всё-таки что-то пилят, да? Ну, вот смотрите, торцовочка DeWalt. Пила DeWalt. И лазерный станок сверлильный Bosch. Это такой Женькин, как бы, культ такой небольшой. Ну, и всё, соответственно, сделано самостоятельно. То есть всё, что в этой мастерской есть, всё сделано самим мастером, его руками. Вот эти полки. Вот этот стол под пилу на колёсах. Собственно говоря, сам рабочий стол большой. И вот эти вот, даже фасады, можно сказать, это всё сделано самим мастером. Давайте у него спросим вообще, что его на это сподвигло и почему он набрал вот именно такой набор. Евгений, расскажи нам, зачем тебе это всё нужно вообще? Для души. То есть всё-таки больше для души. Женька, конечно, человек не бедный и может себе позволить сам купить там разную мебель в дом, да? Но он сейчас предпочитает её делать. Ну, мебель сложно назвать. Но, как бы, в грубом варианте её можно совершенно спокойно изготовить на том оборудовании, который здесь есть. Используя какие-то готовые фасады, готовые какие-то там доски. Всё делается просто. Грубо распиливается, сверлится отверстие и собирается. В доме у меня там есть тумбочка, там какая-нибудь спальня для жены. Тумбочка для вещей, ну, например, для самого заварения, например. Полки, ферментарные сушилки. Ну, что я могу сказать. Честно говоря, я немножко ленивый, поэтому мне не очень нравится как-то очень стараться, что-то там делать-выделать. Я работаю грубо и быстро, но эффективно. Ну да, ну, в принципе, так и надо, на самом деле. Чего тут больно-то заморачиваться? Вот, а для этого, в общем-то, достаточно совершенно простого набора инструментов, которые у меня есть. Там, одна пила, другая пила, сверленный станок. Ну, все это бытовое совершенно, все это бытовое оборудование, но для моих нужд это вполне хватает. Ну, давай вот сейчас, не секунду, прям вот я тебя прерву, твою тирату, да? Вот у тебя нет ни рейсмуса, ни фуганка, или они есть? Нет, фуганок есть, у меня можно стоять здесь, да? Периодически я его оттуда достаю и, опять же, делаю грубую обработку. Ну, то есть это универсальный станок какой-то, да? Да, это был универсальный станок, но, опять же, мне лень его там переналаживать, там, из фуганка в пилу, в какой-то фрезерность, на какой-то чувашский станок, которому лет сто уже от отца, так сказать, мне осталось. Ну, я периодически выкатываю у меня на роликах. Первое, что я сделал, так как, в возрасте спина уже не та, это надо не таскать, а катать. Вот, соответственно, везде привело ролики, что здесь, что у стола, что там еще у чего-нибудь, да? Вот выкатываешь периодически, пилишь, вот, ну, собственно, и все. Ну, судя по тому, как он красиво у тебя состоит в углу, то есть выкатываешь ты его не часто, а работаешь ты, я так понимаю, с калиброванным уже материалом, да? Вот стоит у тебя брус, какой, да, или рейка? Ну, это рейка, то есть захотелось мне сделать тенек, наверное, вот я купил эту рейку, обрезал как надо, собрал из меня решетку. Повесил ее там на окошко, собственно, вот и все. Вот, или здесь у меня тоже брусок есть, взял, распилил, там сделал какую-то сушилку. Ну, вот мы сейчас сушилку поймем, посмотрим с тобой, а пока давай. Ну, все бытовые вещи, которые самые простые, но необходимые, они возникают совершенно, мысли об этих вещах возникают совершенно случайно и спонтанно, потому что, как бы, как сказать, ну, ты живешь, возникает какая-то необходимость. Вот, и поэтому начинаешь думать, мечтать, там, как бы это сделать, и как бы попроще, быстрее, вот, собственно, и все. Ну, и что получается иногда. Ну, на самом же деле, вот, если уж так тебя слушать внимательно, да, то есть, то, что ты говоришь, можно было бы обойтись инструментом, в большом счете, и попроще. То есть, вот, Девалт, это все-таки вещь не самая дешевая, так скажем. Можно было купить, там, какой-нибудь, там, я не знаю, Митабо, там, или, там, Макалестер какой-нибудь, Пасторами. Ну, я, да, я скажу так, я всегда отхожу с точки зрения удобства, вот, американцы, как бы мы их, там, не любили, вот, они делают очень удобные вещи, вот, и это касается, ну, я не знаю, возьму простую вещь, там, шуруповерт. У меня был какой-то, там, шуруповерт, не понял, какой-то, там, мастодон с таким вот аккумулятором, с такой вот ручкой, которая весит полтонны. Я купил его, потому что мне удобно задержаться, мне удобно сработать, вот, он маленький, удобный, та же самая пила, вот, то есть, я могу легко и наладить, поставить угол, и самое интересное, что у нее параллельность, она строго соблюдается, благодаря простому совершенно приспособлению, это зубчатая рейка, ну, рейка, там, да, с двух сторон причем, да, то есть, этот вот упор, он никуда не уходит, он всегда идет параллельно, и, как бы, ты уверен, что у тебя получится, как бы, качественный резок, вот, ну, то, что касается, там, зуби впиле, это все, можно, там, поменять, купить новые пилы, там, и все такое. Что касается торцовки, ну, во-первых, я исходил из того, что мне нужно ее поставить на верстак, соответственно, мне не нужен был большой размер, мне предлагали макиту, ничего не имею против макиты, но она была вот такая, огромная, здоровая, с таким вот диском, стоит примерно так же, как этот маленький, вот, но у нее движение происходило, скажем так, ну, у нее просто, как бы, вот, конструкция банкова, что здесь есть такие направляющие, которые вы втыкались у меня в эту стену, мне это неудобно, мне это не нужно, а у Деволта у меня идет, идут эти направляющие, они внутри, 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 внутри корпуса, да, да, у меня это устраивает, очень удобно, а сколько она пилит, 300 в ширину, да, ну, 305, или там, сколько, 300, ну, то есть, так же, как мой бош, он пилит, ну, да, примерно так, вот, где-то, примерно 300, 300, ну, они примерно, в одной ценовой категории, ну, надо сказать, чтобы Деволта, конечно, я вот тоже так посмотрел, у Женьки, то он такой маленький, компактный, ну, то есть, у меня, меня больше привлекает простота, на самом деле, вот, то есть, простота и удобство, вот здесь нет ничего лишнего, каких-то там прибамбасов, каких-то тут, я не знаю, наворотов, вот, все, что, все, что нужно здесь есть, да, то есть, там, зажим, да, зажим, да, я практически не пользуюсь, рукой, там, беру, вот, там, диаметр пилы достаточно, там, угол делается, если вдруг угол у тебя сбился, я могу, имею такую возможность, это поправить, здесь есть специальные, там, строечные болты, чего, например, нет, то же самое, макетинг, да, вот, ну, может быть, это есть, я не знаю, я неискушенный товарищ, в столярном деле, вот, ну, вот, ну, вот, давай, про лазерный станок, потому что, лазерный станок, он вчера мне показывал его с такой гордостью, говорю, смотри, как он у меня тут съелит, до десяток может уйти в уголок, на самом деле, станок, я, на самом деле, перед тем, как его покупать, очень долго смотрел YouTube, вот, и думал, что же мне купить, есть хорошие станки, но они такого промышленного масштаба, какой-то там промышленной точности, во-первых, они огромные, как мастодонты, там, я не знаю, они, весят, там, не знаю, очень, очень много, их неудобно с ними работать, а весь инструмент, с которым я работаю, я могу взять на руки и куда-то перенести, если мне это будет нужно, вот, это такой инструмент, он легкий, весит, ну, ни о чем, да, он, конечно, бытовой, есть ли там, какой-то, примерно, люфт, шпиндели, вот, но, по дереву работать, одно удовольствие, да, можно легко, там, детальку установить, ее там, поправить, поставить, отрегулировать, и лазерным прицелом, лазерным прицелом, ну, скажем так, не самоцель, конечно, да, но, вот, но интересно посмотреть, да, вот, если тут видно будет, конечно, будет, то есть, в принципе, все здесь точно, вот, вот, все, что там, где, где идет прицел, туда опускает сверло, и попадает туда, куда нужно, и самое, что интересное, на этом станке, ну, скажем так, можно отмерять глубину отверстия, то есть, можно настроить так, чтобы, ну, посоветить ту глубину, которую тебе нужно, мне это периодически нужно, имеет, как, вот, интересно, поэтому, ну, судя по отзывам, станок надежный, вот, я много на нем не работаю, меня все, как бы, устраивает, мне этого достаточно, вот, так вот, поэтому, ну, собственно, в общем, весело, мне просто удобно, удобно с ним работать, легкий, сочный, какие-то особо проблемы у них еще, ну, то есть, вот, смотрите, брат, если там подвести, короткий, краткий итог, вот, про мастерскую, тут, мастерская, совсем небольшая, что тут, сколько тут метров, в рабочей площади, там, ну, может, метров 15, может быть, да, ну, даже, может, и меньше, может, даже и меньше, 15 метров, в принципе, набор инструмента ручной, ну, вот, конечно, там, 28 пил с половиной, это, Женька, конечно, загнул, то, что он там, как бы, именно, пилит, особенно сейчас, когда у него есть вот такая пила, и такая пила, вот, по большому счету, вот, смотрите, раз пила, два пила, и сверлильный станок, шуруповерт, куча калиброванного инструмента, и ты вполне можешь делать изделие, которое мы сейчас вам покажем. Первое наше изделие, сушилка в бане, ну, Жень, покажи, как эта штука работает. Ну, в общем, совершенно простая вещь, опять же, набор брусков уже каких-то обработанных, мне лень было их там пилить, точить, я их просто купил, вот, и решил сделать нечто, что можно использовать после степки белья, например, там, вот, в бане, там, штрайная машина стоит, ну, вот, простая вещь, вот так ее отводишь, специальные упоры, которые там играются в стенку, и она не проваливается ниже, вешаешь сюда полотенце, какие-то там простыни, там, наволочки, какое-то белье, ну, в общем, конструкция простейшая, да, вот, опять же, там, дырочки, которые были сделаны на сверленном там станке, с нужной глубиной, не надо там сильно думать, там, на ту глубину, там-то, посверлил, не на ту, отмерил, просверлил, все прекрасно, все работает, вот она так складывается, чтобы не мешать, там, проходу наверх, например, вот, вверху я там ничего не делал, поэтому, в принципе, с ними, особенно, надо. Сушилки можно придумать разные совершенно, ну, там, ну, не позволяет, я так понимаю, там мало места, там мало места, вот, ну, захотелось мне навести порядок, предбанники, собственно, тоже, все время валяются какие-то полотенца, плачут, трусы. Вот это мое сейчас валяется, да. Да, всякая там, это, албуда, вот, и думаю, дайте я наведу здесь порядок, делаю такие маленькие шкафчики, купил фасады в обе, вот, напилил этих досок, ну, там щит, да, щит готовый? Да, щиты, да, готовый, щиты взял, наделал, там, купил эти элементы для сборки мебели, вот эти, как там, болты, я не знаю, как они называются, вот эти вот, ну, шестигранные, там, но есть разные совершенно, вот, наделал дырок, там, по лазерным этим уровням, посмотрел, где должны быть полки, все проверил, сделал герки. Называются конфирматы они. Да, знаю. Я не знаю, я не забираюсь, вот, собственно, все, как бы, все просто и непонятно, вот, по крайней мере, все мокрые полотенца, там, или, там, какие-то, там, ну, вот, и плавки, там, купальники, их может приспрятаться, и не стыдно гостей сюда пригласить. Ну, отлично, пойдем дальше. Поехали, так, итак, вот эта вот решетка, которая как раз-то сделается из тех реек, которые мы сейчас видели, да? Зачем она вообще? Зачем? Ну, в общем-то, цель была простая. Солнце, когда попадает на веранду через стекло, сильно ее нагревают внутри. Дабы этого избежать, нужны не шторы, которые внутри, а нужна некая защита, которая снаружи. Это могут быть жалюзи, какие-нибудь, там, не знаю, там, покрытия какие-то, я не знаю, там, тенты. Ну, я пошел к такому, вот, езжал обычную рейку, нарезал ее, и, там, скрутил, и, вот, такие-то решетки повесил. Теперь объем тепла и света очень сильно, так сказать, в этом месте. Слушай, а скажи-ка мне вот такую вещь, вот, смотри, вот решетку сделал, ну, смотри на меня, что ты на решетку смотришь? Решетку все видят уже. Вот, ты скажи мне, вот, если такую решетку покупать, например, сколько она будет стоить денег? И вообще продается ли она вообще? Нет, ну, надо искать из того, что все вещи делаются под себя, исходя из того... Из твоего размера, да? Да, из моих размеров, из того, что мне нужно, из того, что я придумал, вот, и, соответственно, как бы, вот, мне нужно было вот это, я здесь сделал. В магазине, конечно, это не найдешь. В магазине, может, там, есть и лучшее, но даже иногда смотришь в магазине, есть какие-то совершенно простые вещи, но они стоят приличных денег, вот, ну, справлюсь ради, могу сказать, что делать не совсем в деньгах, а дело в том, что хочется сделать что-то своими руками, полезное, и, ну, то подходило тебе вот здесь и сейчас. Ну, отлично, пойдем в дом. Так, вот это очередное изделие тоже. Ну, рассказывай, что это такое? Что это такое? Ну, я даже не знаю, что это такое. Это просто тубочка, в которой удобно хранить какие-то вещи, которые тоже были не в порядке, где-то валялись, лежали. Теперь их можно было сюда поставить, спрятать, закрыть. Вот, ну, в общем, совершенно такая обычная типовая бытовая ситуация. Все очень просто, опять же, купленные фасады, то же самое, как в бане, только другой там высоты ширины, щиты, гырки, шурупы, обрезал, собрал. Вот получилась такая вот штука. Слушай, ну ты молодец, молодец. Я, честно, я тебя достал уже. Давай, заканчивай тогда все наши съемки. Давай, скажи, до свидания, страна. До свидания, страна. На этом и закончим. Всем до свидания. А вот эти просто эффективные. Ну и вот здесь немножко еще несколько Женьных изделий. То есть первое, вообще, с чего он начал, это он сделал такую конструкцию на потолок в зале. То есть в зале охотничьи трофеи висят. И вот он наверх повесил такую здоровенную-здоровенную штуку. В принципе, эта здоровенная штука такая, ну, самая простецкая. То есть обычный брус, пропитанный какой-то фигней, скрученный между собой на винты. И подвешен к потолку. Просто эффективная и эффектно достаточно, красиво. Ну, вот такая небольшая тумбочка для кухонных, так скажем, для кухонной утвари. И вот такая полка красивая с бутылками. Женька увлекается самогон-варением. И вот у него тут всякие бутылки, бочки стоят. Вот он под них сделал такую очень красивую полку. Так, вот. И здесь вот такая тумбочка тоже там бочки стоят. И вот в этой тумбочке всякие полезные вещи. И вот барная стоечка. То есть она у него была, но он ее нарастил и сделал. То есть, ребят, обходясь самым простецким набором инструмента, можно спокойно делать прикольные вещи. Ну, все, пока. До свидания. С вами был Юрий Бажан. С вами был Юрий Бажан.